друзья следуем тухлопритон прежде всем привет совсем забыл вроде открыто октябрьская до 134 здесь были на это здание друзья все мирового судебного участка вот это самый наталья здесь с наталья опять выпечка лежит а коробку повесили у отца 19 января матча сфиксирует не работаете не работаете эти две тогда открыто покупатели были давайте вот это все дожди это и красавцы чай-чай есть давайте давайте все завалено как посмотреть и там все мы перебрали по были холодильник ну как посмотреть то я просто вижу что там маркировка а где табличка у нас на технический перерыв втором году вас прерыв был я понял все водили как тоже все исправить я вижу как как это оптовка бери сам до вести так есть так есть продуктовым зону пока я по крайней мере не выложили продукцию будем до 13 февраля 23 у нас технический перерыв выходим выходим ребятки табличку надо участвовать на пляже сфера ну опять не открывали нет про маркировку страна на лава все грош давай юридический адрес возможно получить угол потребителя где сейчас технически можно пообедать я приехала с баня руками ров-ром-ром-ров-ром-на-то технически перестань меня трогать у меня девушка есть Кабаску брали? Ладно, Наташа, перестань. Ну ладно, у нас технически, ребят. Ребят, выходим. Мы уже ехали столько, вы что? Ради вас-то. Ну вы ехали, вы ехали в суд. Видишь, я же тебе говорил, что убытки к МВД дойдут до Семчука. Ой, видите, все вот свежий привезли тоже. Ребят, Лен, Лен. Успокойся, мы у нас не работали. Классик сняли. Классик сняли. Весь. Классик с датой разлива. Ну что, чай, напои? Брат, чай хотите? Я не знаю, я нет. Наташа, я боюсь, что вы нам подсыпите туда официалистов калия. Ты знаешь, Ром, я, во-первых, я добропорядочный человек, а во-вторых... Наташа, у тебя семья добропорядочный, царство небесное твоему отцу известному не только в Кирейском районе, по Тульской области, но и в Тульской области в целом, понимаешь, уважаемый человек Тульской области, а у тебя... Макс, а у тебя вот такое, Наташ. Смотрите, друзья, 13 мая 2022, с трогой годности 6 месяцев. У меня перерыв, ну хватит вам. Ладно, может, давай претензию вручим, и поедем. Да, сейчас, сейчас, Наташ. Вот, опять, да? 6 месяцев. 13 мая 2022, да. 2022, подвести данную продукцию. С трогой годности 6 месяцев, да. Ну, нормально. Наташ, 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 почему ты? Ну, зачем вылазовет она? Да ничего не лету, ребят, воните. Просрочку, Наташ. Сколько недель-то уже прошло? До сих пор просрока у вас здесь, а? Нет у нас ничего. Так. 5, 08, 21, 3 года, нормальная продукция. Да сколько можно уже? Я говорю, уходите отсюда. О, кстати, нам вот такую колбаску продали, пожалуйста. Ни чай не дают попить, ничего. Ну, что это такое, претал? Так, не надо меня трогать. Продим, говорят, закрыть. Закрыть, не работай. Выходи, Ром. Ну, не работаешь. Мы не работаем. А, ну, ступайте его. Если они туда идут, куда-то. А, куда-то. Выходите, ребят. Карма, Наташ, как-то агрессивно. Ну, сколько можно? Я не могу даже пообедать. У нас есть обед. Ты видишь, какие-то, какие-то у нас обеды. Время давно прошло. Везде. Я привезла. Не надо, пожалуйста. Мне тоже жена. Ну, пожалуйста. Хватит, женатый ты, женатый. Выходи. Выходим обои. Ой, все. Ой, что происходит? Ой, там, как... Наташ, Наташ. Ужас. Оп. У меня Макс древет, Максон. У меня технический перебор. Так тут же второй магазин-то есть. Тут можно всегда. Ром, идем корма, посмотрим. Пойдем корма, посмотрим. Рукав. Рукав, это самое, хрустнул. Наташа, я сейчас экспертизу сделаю. Ты делай. Мне вообще знаешь как-то. Уже надоедут. Давай, претензионный порядок. На, подержи. Нет, ну, это, идите. Сейчас, сейчас. Наташа, почему алкоголем торгуешься по полу, Наташа? Дурак, что вообще. Наташа, почему алкоголем торгуешься по полу, Наташа? Ты придурочный совсем. Это уже оскорбление, Наташа. Ну, совсем. В отношении тебя будет 561. По первой части написано. По кодексу Российской Федерации в административных правонарушениях. А потом моральный вред в рамках гражданского судопроизводства. У нас обед. Я понял. Я вижу, ты чайферок наливаешь. Да. Чайферок в локоле. Наталья, дело в том, что вы реализовали мне просрочную продукцию. Я привез вам претензию. Поставьте, пожалуйста, отметку о принятии. У меня технический перерыв. Вот сейчас должностые лица полиции будут вызываться. Будет опять все заново. Раз не понимает даже этого. Претензионный порядок. Ушла куда-то. Надо проследить. Извините, а вы покупатель, мужчина? Будьте осторожнее в этом магазине. Здесь людей травят. Просто замокшили. Просто от этих вот товарищей не избавишься. Это какой-то кошмар. Террористы настоящие. А претензии можете принять? Вы представляете, приходят с красными книжками, показывают, обманывают людей. Это все. От них область плачет. Плачет суд, плачет прокуратура, плачет Роспотребнадзор. Плачет взрослые и дети. Максим, ты реализатору товара продавцу. Мне надо. Подпись и печать нам, как продавец, поставил. Поставьте отметку о принятии и можете рассматривать. Принятие можете? Я ничего не буду принимать. Юридический адрес, назовите, пожалуйста. Так, ладно, Максим, я вызываю, короче, в полицию. Выходим, ребят, выходим. Ну, Наташ, ты не понимаешь. Выходим. Я говорю, у меня технические перерывы опять. Отходи, все. Мы не будем, Наташа, приедем. Выходим. Говорю, у меня технические перерывы, не имеете права. Высоцентный порядок, прими. Нет, а ты кричал юрист, а ты как-то никакой не юрист. Как ты никакой не юрист? У тебя не образование ничего не может. Рома. Наташа, спорим? Выходим, ребят, выходим. Спорим, Наташа. С претензией примите и все. Ухудшай свое само положение. Я, ребят, вы идите. сейчас у меня сейчас технический перерыв мне стоит сзади машина сейчас мы подождем я здесь мы переживаем что вы сейчас закроетесь и больше не откроетесь здесь не надо хорошо юридический адрес дайте мне туда почта отправили просто адрес вашего не знаю пока же я не дам никому как-то я дам свой юридический адрес кому так вот так не надо здесь уже нашли юридический адрес у вас чтобы найти нужны с отзывлением налоговую с приложениями ноташ претензии мотивированы с приложениями держи давай положу роста не будешь держать отметочку сделай на наши копии с вере они идентичны и что у тебя что у нас почему какое причине поставить подпись число принятия расшифровку я не зал и я не владелец магазина юристами и деду какой свечера тебе сейчас потребитель предъявляет по закон защите прав потребителей 23 до 0 1 1 давай уходим сегодня у нас 16 февраля собственно как и на претензии написано что на телефон уходим 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 звоню ну там шапки написано у нас закрыт магазин вы ворвались в магазин вызывайте гбр что мы ворвались в что-то нарушаем вызывайте там кого надо омон кому нахожусь по адресу город киреевск улица октябрьская 37 а индивидуальный предприниматель семчук м а магазин продукты реализовывают некачественные просроченные товары не бритый а мы закрылись мы не ворвались в магазин но не вритый рочно просим прибыть должностных лиц полиции претензионный порядок не принимают алло как слышно прошу прибыть обед он ворвался в магазин рябикин рябикин роман владимирович ворвались в магазин в обеденный перерыв киреевск октябрьской 37 тула 953 967 8518 вот вы пока товарищ дежурный спрашиваете вопрос у нас тут могут и он врет он врет ворвался в магазин ожидаем все хорошо ворвался двери открытую все было победил съемку закрыт вот тоже покупатель никак не понял до входа магазина то что магазин потому что вы зашли потому что мы зашли и так вы вышли отсюда господи ну хватит вам издеваться над нами а сколько можно уже и у меня все нормально больше чем нормально почти выходим выходим и полиции по месту дождем совершение в отношении нас ром я понимаю что может быть у кого-то здоровье это не вполне размысленно но надо же ну что тебя на здоровье все-таки не очень нормально я понимаю что ты пока что у тебя не тонну что ты показываешь успокойте они долго с головой выдох вдох выдох наташ успокойся тяжело значит нас ожидала уже что мы приедем до слова сказать тебе рождение 19 числа скоро мы хотели на день рождения приехать может быть и приедем может на следующий день похмелье у тебя на день рождения тараса попали а как на ваши не получается как это раньше хорошо талян или как как-то вызвали который тебе звонил не помнишь уже которому пробили дмитрий дмитрий и 3 до и приемные сын мужчины который приезжал как его 1 тарас до а дмитрий является бывшим должностным лицом милиции еще до реформы до полиции участковым был вот и вообще шут вот есть я истину глагол шут неправильно говорю на даже ты шут о чем хотел поговорить с нами дмитрий а вот знаешь что когда ты звонил свет я поднимала не дмитрий труб на это вы нам звонили я по это нет я вообще не звонила я смотрю звонок поднимаю какой-то номер покажите что покажите что мне просто условно по всей странице покажения на на подписи ребят сегодня 16 израиля оформил претензию в виду продажи некачественного товара хочу подать вот индивидуальному предпринимателю адрес не называю я почитаю за примите читайте вас время то они идентичные на то что у нас что у тебя наталья сказала что у нее крутые юристы вот друзья посмотрим наконец-таки я увижу настоящих крутых юристов в судебном заседании надеюсь я надеюсь что наталья не удовлетворит до судебный порядок и это обернется судебного разбирательства еще лучше еще дороже друзья ты вообще на людях зарабатываешь деньги да я такой ну да на живот так зарабатывать что ли коневодством вы и занимаетесь случайно роман в отличие от некоторых людей нет нет на коне наталью видео коневодством заниматься чем людям нервы трепать лучше людей лучше людей править не одного не отравили слава богу люди макс очень хорошо он аж прилип я уверенна наталья сейчас все будет кушать это на чай это на чай хочу ем зеленые фрукты хочу не наш обед давно уже прошел у меня технический перерыв я принимаю это были мне хватает мне кажется тут красный аж больно в скорую надо вызвать я думаю сейчас 0 3 выберу наташа наталья перестань свою субъективную оценку высказывает выскажешь все скажешь что же мы требуем с натальи то мы с нее требуем соответственно возврат за некачественный товар расторжение договора путь для продажи компенсация морального вреда компенсация расходов на юриста транспортные расходы и росли до нары к серверу что вы так приняли она наша я не принимаю просто почитали не принимаете а че делаете я не принимаю такое вам какой надо правда врет я даже сказал пиздик ну ты потом обжалуйся здесь и в суде у тебя есть установленные 22 статьей закон о защите прав потребителей срок на рассмотрение дарорку статьями ты сам-то господи кто ты есть кто ты есть тут в этой жизни добился роб ну что ты добился людям нервы трепешь и что в этой жизни добился под название ну что скажу с тобой с тобой что-то не то происходит и куда-то не в том направлении ты скажи что ты добился хорошего в этой жизни мы будем обсуждать кто чего добился в этой жизни или ну что хорошего добился роб ты будешь признавать нормально мы нормально вот претензионный порядок тебе претензионный порядок измени в жизни своей все пойдет у тебя нормально ром что-то обижена на огни и а потом в рамках гражданский суд произвелся моральный вред еще и вот это дело примите пожалуйста претензионный участок будет рассматривать оставить районный суд не мировой мировой пока же не удовлетворила требования то а у нас там расторжение расторжение чисто да вот здесь рядышком через стенку 25 наверно судил на участке я жизнью вообще восторгаюсь я люблю эту жизнь баташ обожаю тут какая-то злая сразу агрессировать какие-то высказывать недовольство оскорбление грубость женщина прежде всего но это не нравится все правильно было открыто потому что я товар заносила одновременно обедал заносила я товар заносил на технический перерыв у меня приема заносить или занесла уже не пойму когда в какой момент еще забил обед а еще откуда отовсюду тринадцатая мая 22 до 22 подвижданной прозору годности 6 месяцев претензии примите мы пойдем претензионный порядок примерно дальше мы уедем мы потом у нас там и так расходы понимаете нету такого законе сегодня тебе потребитель принес претензии вот поставим только отметку поставьте вам остается второй экземпляр вот куда мне послать у вас юридический адрес юридический адрес должен быть мы лучше знаем закон куда мы должны макс подожди юридически все здесь уверен октябрьская 37 а у нее она никак не поймет просто пройдет определенный срок я специально не говорю сколько дней ты имеешь право ее рассматривать видеоматериал будет наличием материалов дела в суде будет судить с тобой в двадцать пятом судебном участке конечно приму завтра прямо наташ мы завтра здесь не будем а больше посетим тебя специально мы еще пока не знаем мы сегодня здесь казахстей вольт и курсована почему я здесь до убытки с мвд друзья по вопросу отмены административных надуманных материалов отношению вас обращаться юридическую компанию моё право тула по адресу в ту улице 9 мая дом 16 роман рябикин офис 409 до максимка сюда подсказывает офис сейчас рекламу делаете в моем магазине мы же вам сказали что мы контент делаем контент делаем а мы пришли спрашиваю водочек хотели говорит тоже нет еще один покупатель что магазин закрыт ну чтобы машина в лице ой на в лице поставь свою подпись на нашем экземпляре я не могу распоряжаться почему вы же водитель магазин так вот у вас будет время то консультировать я тебя проконсультирую бесплатно за килограмм печенье давай вот часто тебе проконсультирую а потом мои консультации покажешь юрист за килограмм печенье насыплю подвалом на так постоянно посмотри как я выгляжу весь грязный ободранный на тоже голодный покушать люди есть такие хоть не ты богатый ты блогер богатый все люди кто же не не знаю никогда не крошевали никогда не крошевали никого не никого не никого не боялась и сейчас не а я максим я сошелся вы вот претензию принес хочу разойтись но и покупать принес претензию максим к максим к проверить максим казанцев максим к вы говорят соцсетях же не сидите нет а чешка актовом профиль закрыл шустрой да вы к жалко так я только только фотки скачался тут бац и все закрылась нет тарас тарас быстрее закрыл до нее я хакер я умею я могу претензии примите мы пойдем да нам отметка нужно о том что вы делали всего продавец на печать поставил вот смотри твою печать вот приложениях идет на товарном чеке вот видишь твоя предпринимателя ты знаешь чего лучше смотри как ты мне можешь как-нибудь позвонить я понимаю ты спорить со мной будешь до последнего я плохой там что-то там откуда наслушалась непонятного молодец пробила везде там что и в этом все ты мне позвони и скажи ром позвонишь ты скажешь ром дам мне вот тебе в матери вожусь мне хотелось чтобы и мать тебе и наставление дала отглубила меня и я тебе скину свою судебную практику у меня некогда твоими делами заниматься ты сказал тогда у тебя там юрист какие-то там есть я хочу их увидеть я тебя больше прошу пожалуйста не удовлетворяй это пожалуйста пожалуйста не удовлетворяя это а я максим я хочу чтобы удовлетворил не надо удовлетворять не надо удовлетворять ну просто когда в рамках гражданское судопроизводство понимаешь судебное разбирательство то денежек будет больше понимаешь он опять ко мне обратиться и будет еще новый договор об оказании юр услуг понимаешь поставьте пожалуйста отметку о принятии и мы пойдем это могу рассказать процедуру что сейчас будет это должностные лица полиции я все изъяснил 5 некачественный товар опять же ведь мы не торгуем я еще раз говорю я прошу вас отсюда вы не покупали никто ничего не купил я и вы и у вас как раз емко было то что у меня технический перерыв с 22 года я понял технический перри а дальше непонятно что витару 2022 здравствуйте проходите непонятных человек опять трепет нервами сроки годности смотреть на этом товаре ладно сроки годности обязательно сейчас еще приходит когда вы работали вот так вот а сейчас нам приходится работать вообще не снимают лучше не надо выкладывать интернет мы фиксируем татьяна сергеевна фиксируем фиксируем на днях будешь как раз я по тряпочкам да вот претензию хотим дать и уйти у них они не хочет принимать представлять татьяна сергей на потребитель принес претензию по факту некачественно купленного товара приобретен данного предприниматель отказывает ставить отмечу гулять и этот шуты о наташка о придурка слышал наши позвали мороженку на полгода на 3 года просмотрел на три месяца а ну ты в роддоме было да ты говорила это отлично дети это счастье передаем привет юли юля ты слышала тогда кто являешься ты задумывайся это из устатали а я максим ко мне претензий мы нету жалобу прокуратура тебя выяснили дашь оскорбление как я тебе разве а ты раз не помнишь наташ как я могла тебя оскорбить я тебе наоборот желание тебе говорю вынесу штраф тебе а потом будешь это будь лояльней ладно вот я и буду лояльней я приеду я приеду кирейскую межрайонную прокуратуру потому что прокуратура это что оскорбление оскорбление я ничего не хотела вы что хотели я не работаю незаконное удержание я сейчас пойду правильно вы со скидками просрочек я готов уйти уже я уже готов уйти но мне претензию подать надо я что зазря что ли сюда ехал да проконсультируйтесь у вас время то будет консультируйте сколько хотите ну кто ты есть чтоб ты у меня снимал товар ну кто ты есть то узнаешь узнаешь в суде здравствуйте девушка хотите проходить что вам девушка печенька печенька на хорошую какой вот это не твое дело не в мой отдел она шла а не в твое это не мое спорю чего спорю чая дело корма давай поспорим давай поспорим а вы что спорите давай поспорим я пока не понял подожди ну заманчиво вообще не мое я не я корову не мое так у вас время то у вас же остается экземпляр читайте сколько хотите то давайте я наберу хотите нет наталья это документооборот отдал принял все принимают у нас все глобусы споры другие индивидуальные предприниматели зайди практику почитай нашу поставь отметку штабик что принято все и один остается вам но продавец хорошо ручкой фамилия имя отчество допустим даже фамилия имя отчество поставить число подпись расшифровку все больше ничего не требуется ты может быть с ней не согласна что угодно тебя это вообще ничего не обязывает судебный порядок я тебя прошу его не удовлетворяй пошлите мне по почте куда сюда Наташа мы тебя увидели мы тебе лично ее вручаем это не нарушает ни твои ни наши права ни чьи придете ребят я у вас все все как мне сделать как правило я не против тебя Наташа у тебя оказывается сестра двоюродная то Машка Морозова да да понятно ты ее еще тут приплетел да кто ее приплетел я просто тебя спрашиваю и уточняю ну что здесь она и она тебе не нравится почему хорошая девушка я давно ее знаю да да очень хорошая сестра да хорошая скажите у вас свежий свежий что что нет свежий свежий но только сейчас мы попозже будем чуть-чуть работать сейчас технический перерыв все из-за нас а могла спокойно обслужить красиво да ладно Наташа отпустите мою хлебушку ну что ты ну не буду отпусти Наташа отпусти хлебушку у нас технический перерыв отпусти хлебушку найдут мне набрасывается набрасывалась выходите подписывайтесь подписывайтесь мы выйдем я тебе говорю обещаю тебе слово даю подписываешь мы выходим принято Максим я сейчас подпишу вам заглуши свою я с тобой хочу просто поговорить как с человеком говорите что это мешает то ну это заглуши ром я просто тебе говорю товарищи человек нет о чем о чем скажи он есть о чем там поговорить телефон контакты все есть визитку хочешь оставлю ей у меня с собой есть визитка нужны мне эти ваши я Максим не с тобой разговариваю я просто думаю что он адекватный человек это замечательно я даже не знаю что делать не стоит ром поддаваться потом скажут что вымогал все такое и хватит тебе вымогал я не из тех людей вообще а что а что за печаль Машке тем более моей коснулся я просто с тобой хочу поговорить тебе Машку скажу что я не такой гад и человек оставляю какие-то таинства какие-то таинства претензии претензии мне принесли я говорю я проконсультируюсь в том у вас претензии я не собираюсь принимать проконсультируй все у своего юриста должна я принимать не принимать да ладно в любом случае просто они меня измучили у нас вообще магазин сейчас закрытся ну не будьте представлены я представлю вы спросили как к вам обращаться я сказал либо позвали либо Тимур Николаевич меня зовут как Тимур Николаевич к вам как могу обращаться Виолетта Вячеславовна очень приятно прибыли в данный магазин по вопросу вручения досудебного порядка а именно претензии о защите прав потребителей И.Б. Сельчук Наталья кому принадлежит данный продуктовый магазин в соответствии с законом о защите прав потребителей 22.00 и Дефис 1 однако прибыв сюда обнаружили опять же куча просроченного некачественного товара в принципе ранее ваши коллеги отписывали и так далее Вы просто закрыты были в принципе мы этого и не хотели там чего-то я проживал в суде тут соль такое ну встречается в чем что данный гражданин отказывается принимать судебный порядок следовательно мне для того чтобы потом выйти в рамках гражданского судопроизводства в отношении ее надо будет я потом запрошу пошли по почте по почте пошли я туда приезжал мне был суд еще чуть вы на них суд подали еще нет до судебный порядок предъявляется с приложениями да в рамках хотите разобраться тихо мирно конечно это смотрите как изначально предъявляется до судьи это процедура а потом если не утепляли определенный срок установлен статьей 22 закон защиты прав права да мы вот ее да она копию собрала для себя максимум в присутствии должностных лиц под видеофиксацию уточняем у вас готовы ли вы поставить отметку о принятии копии претензий наличивающей у вас на столе я должна сделать или он имеет право поставить по почте он может вам как лично так и послать по почте он приехал лично то есть претензию будет согласно с нашим законам вот здесь у него вписаться что вы приняли а дальше ваш юрист может либо отклонить эту претензию либо как-то в судебном потом процессе все это завершить там где моя подпись стоит можно под ней зачем пусть на первом ну ладно подпись ты фиксируй подпись расшифровка и число и число и штамп свой но тогда продавец ставила нет у меня число число и время 15 37 вот вне системы чтобы в целях не создавания продукциальные волокиты и усложнение должностным лицам полиции скажем затягиваем время и просто я поясню что на нас набрасывался данный гражданин и п семчук наташа я попросила выйти из магазина у нас технический перерыв ну хватит брать уже надоело брать твою я попросила выйти из магазина и в сети открытых источников на ютубе и так далее видеоматериалы сегодняшнего дня где ты в отношении нас проявляла физическую силу я вам сказала технический перерыв в отношении ее ну в целях избежания профессиональной волокиты просто я боюсь вы наверное спишите в СНД это сейчас да я вам просто ну под видео наблюдение сделать что хотите я скажу нет вы хотели чтобы принято все принято свободно я я могу чай попить понятно тут просто скрепление было пока 61 кодекс РФ нарушениях но вы это не рассматриваете это исключительно подвинуться прокуратурой возбуждение производства по делу БПН а после подошли моральный вред судебные расходы никак я тебя не могла скорбить Наташа видеоматериалы будут наличить в Кириллевском межрайоне прокуратуре давайте не будем приоритетов все Роман вы скажите обращение это мой вкус сейчас я звоню пишу да вот вы сейчас приедете без материала нам у вас надо объяснять ну я понял объясняешь объясняешь про завтра да хорошо давайте только уважаемые должностные лица полиции здесь тухлопритон в принципе это ТП Семчук вот видите тут даже документы профессиональные не ложить я не знаю где можно в автомобиль ну мы можем в машину пройти давай все заодно и покинем магазин так да все на камеру я прочитаю подпись Семчук вроде все хорошо Наташ а а что это Наташ мы тебе даем время 15 дней 15 меньше 10 10 10 дней сегодняшнего числа сегодня 16 февраля 2023 года значит до 26 февраля 2023 года ты все должна устранить а ты про это время в нарушении да технический регламент таможенного союза в нарушении закона защиты прав потребителей 23.001 Наташ ты меня слышишь иначе будет по-другому хорошо в вашу машину ну пойдемте в вашу все пойдем все пойдем Наташ мы убываем наконец-то все хорошего попозже зайдем Наташ присутствие должностых лиц послушайте меня пожалуйста еще под видеофиксацию водкой перестань торговать Наташи еще раз узнаю надоело приедут люди в синих костюмах все сочинитель стихок я тоже сочинитель стихок еще раз контрольная закупка ты меня просто уже замолкнула водочкой переставай торговаться придурочкой все вы слышали придурочкой ну ты вообще просто я уже я такого не слышала еще раз еще раз приедут люди синих костюмах подъехали 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 или как там тебе пожалуйста Максим Максим успокойся успокойся все все технически 5 минут после открыты двери о семчук открылась перерыв закончился вперед пошли вон она вон она материнец здравствуйте открыто кило печенье в свести кило печенье так открыли же это мой муж пришел как всегда блин мы не работаем вам сказали ладно пошли да ладно где наталья она отошла а муж приехал ооооооо вот это интересно не, ну нафиг валим 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 нафиг валим я убежал давайте до свидания фасосы кунишка на самом деле ребята тут уже делать в принципе нечего приедет к ней потом с ответом за претензией все погнали домой а я убегаю Ну что, ребят, прошел уже месяц, с тех пор, как мы подали с Аманом Владимировичем Рябикиным претензию в адрес магазина по продаже некачественного товара мне, и ответа я до сих пор не получил. Таким образом, мы в ближайшее время обратимся в суд на данного предпринимателя, на данную Наталью, и посмотрим, как Наталья в суде будет доказывать, что она в этот день не работала, что этот продавец проник в ее помещение, пробил нам кассовый чек, пробил нам товарный чек, поставил на нем печать, но это было все не от имени Натальи. И даже тот факт, что Наталья получила перевод денежный на свою карту, не подтверждает то, что ей оплатили деньги за некачественный просроченный товар, который нам в наглую продавал данный продавец, говоря, что, ну подумаешь, оно немножечко загустеет. Вот такие вот, оказывается, предприниматели у нас есть в Тульской области, в городе Киреевске, с которыми мы в ближайшее время будем судиться. Поэтому, чтобы не пропустить данное видео суда, с данным предпринимателем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, и всем удачи, ребят, всем пока. Друзья, всем привет, сегодня 9 июня 2023 года, город Киреевск, нахожусь возле магазина ИП Семчук, по адресу, так, адрес это у нас, адрес какой? Октябрьская, улица Октябрьская, вот, сейчас нагрянем, мы попробуем ее, наверное, хлебушку купить, еще чего-нибудь, сейчас посмотрим. Побежала сразу, побежала. Опа, здравствуйте, Роман Владимир Шеребикин, общественный надзор, жалобы поступают в отношении вас. Вот перед судом приехали, вас проверят документ, что вы имеете право снимать. Снимать? Да. Я не снимаю. Я представитель из Белого дома, а что вы делаете, камеру действия? Я фиксирую. Вот, фиксируйте, фиксируйте. Прежде чем фиксировать, покажите документ, что вы имеете, надо это делать. Какие вам документы? Что вы уполномочены это делать. Часть 14-ю 29-й Конститута Российской Федерации открываете, там все расписано. Консультация дальнейшая заплатна за денежные средства. Вот, друзья, как видим, опять бардак. Опять бардак. Ничего не извинилось после нашего прихода. Он не имеет права снимать. А что вы из кого это заявление получаете по двум адресам, Наталья? Скоро суд у нас уже к производству принято. Наташ. А, Наташ. Скоро суд. Наташа ее муж называет, а для вас она Наталья Анатольевна. А вы кто? А я представитель Белого дома, могу показать документ. А у вас есть фамилия, имя, отчество? А у вас есть, вы зашли, представились? А я представился, конечно. Вы не представились. Друзья, я не представился, слышали? Сразу сказал, Роман Владимирович Рябикин. Наташ, как дела, Наташ? Наташ, хлебушком не продашь? Хлеба нет. Хлеба нет, а куда он делается, Наташ? Не поставляет уже? Да, нет хлеба. Да? Понятно. Что опять бардак-то, Наташ? Что мы тебе приметом понимаем, а понятнее? А, так вот, да, да. Друзья, вот, пожалуйста, реализует молоко вкусно Теева. Прекрасное чувство вкуса. Значит, произведено 08 января 2023 года в 15-17 минут годно до 07-07-2023. Смотрите, вот, друзья, опять просрочку, опять просрочку. Нет, нет никакой просрочки, смотри. Ну. До 11-23, смотри. Я тут, ты ту коробку, ту. Это тоже, до 11-20, до 07-07, что ты врешь? До 07-07, сегодня 9 июня. Седьмое. Да ладно, глянь, как напугалась ты, испугалась, Наташ. Сразу убирать, да? Ты мне уже сразу веришь. Я тебе верю. Ладно, смотри, месяц у тебя там почти, Наташ, запаси есть. Запаси есть. Колбаску-то видно тут под это. А что у тебя с сыром, Наташ? С сыром у меня тут просто. Да, дай посмотреть, я его куплю, хочу полностью. Полностью, наверное, куплю вот тот кусок, Наташ. Продай мне за 680 рублей. Нет. Масса хорошая. Понятно, понятно. Так, пойдем, наверное, к собачьим кормам. Все, друзья, хотели к собачьим кормам подойти. Тут еще что-то какие-то, что это хоть есть-то? Лех, коз, пирожи, ар-птицы, все мне, упакуйте. А? В связи с чем? К вам как могу обращаться? Продайте полностью мне вот этот, Лех, коз за 80 рублей. Друзья, вы посмотрите. Ни маркировки, ни информации абсолютно. То есть, вообще, что реализуют, непонятно. Наташ, а корм мне собачий? Закрыто все? Закрыто все. А можно я померю футболку? Футболку хочу померить, Наташ. Футболку. А ты говоришь, хлеб не привозят, тебе обманываешь? Вот, друзья, хлебушек вот такой вот привозят. Смотрите, просто выбросили с палета. Просто, друзья, просто с палета. Подожди. С палета, друзья, просто выбросили вот так вот. Вы видите, да? Отношений. Это, друзья, ИП Семчук. Как? Семчук, да? Да. Просто скинули горячий хлеб. Ну, это не горячий хлеб. А чем? А чем? Перчатках. А где они у тебя сейчас были, Наташ? Вот они. А Наташ? Вот они, не перчатка. Да, но сейчас вот у тебя появилась перчатка. А сейчас это что было? А сейчас это что было, Наташ? Я в перчатках работаю, да. А сейчас это что было, Наташ? Слушай, ты скажи этому Тарасу. Да, Тарасу скажи, Тарасу, Тарасу, скажи, чтобы я больше не ходил, Тарасу. Тарасу скажи, Наташ. Что он ходит? Да, что он ходит, туда-сюда. Глянь, вещи на улице. Наташ, костюм вот этот померить хочу. Девушка, а вам знаком данный магазин? Я уже купила. Вы же купили? Ранее приобретали какие-нибудь продукты питания? Ну, что можете отозваться в данном магазине? Все отлично у меня. Слушайте, ну, однажды я приобретала, конечно... Девушка, вы спиняли больше не до сюда? Нет, девушка... Расскажите, расскажите, не стесняйтесь. Опять подставная, опять подставная. А какая? Опять подставная. Расскажите свою историю, расскажите. Давайте ее. Наташка все сразу... Друзья, с вашего прихода все сразу снимается, закрывается. Наташа, что с этим хлебом будешь делать? Девушка, пройдите в магазин. Дождь идет, правда? Дождь идет? У нас санитарный день. А, санитарный день. Друзья, походу курсует о моем пребывании в Киреевск. Дедушка приобретал и приходил разбирал. Все у нас хорошо. И что, и что? А к вам как могу обращаться? Юля. Ну, это было в том году. Так, и что? И что было? Покупала сало и покупала колбасу. Они были просроченные. Дедушка принес. Дедушка. Да неправда. Слушайте, не рассказывайте сказки. Ну, вы вместе зашли, я посмотрела. Я сюда хожу каждый день. Вы заходили, улыбались и переговаривали. Я смотрела, стояла, от прилавок посмотрела на вас. Я вообще... Подставная, подставная. Подставная. Так, ну и скажите, вам возврат сделали за некачественную продукцию? А в каком размере? В понедельник я в Белом доме разберусь, что такое товарищ будет. Не помните. Правильно разберитесь. Рябикин, скажите, Рябикин. Наташа, как реализовываешь? Взвесь мне все вот эти печенья. Всю коробку я беру, Наташа. Всю коробку. Я вару, что развешу? И вот эти. Да я хочу печенье. Да я хочу, как потребитель. Ты что, отказываешь мне в реализации товара, Наташа? Наташа, скоро суд, Наташа. Свободно. Не надо лазить у меня в холодильнике своими руками. Вы не в светофоре. Вы не в светофоре, где лазают все руками. Я никак не пойму, а для кого это, для потребителей у тебя? Все, все лазают, нет, руками у меня здесь никто лазит. Дай посмотреть тортик. На, смотри, тортик у меня. Видишь, в низкотемпературной. Все у меня хорошее. Не хочу. Ну тортик, дай гляну. Что, мне нормально? Ну если нормально у тебя, дай посмотрю. Все у меня. А вот это вот что такое, Наташа, у тебя? Вот это, как это у тебя реализовывается? Наташ, нормально у тебя реализовывается это? Без нарушений, да, Наташ? Все у меня без нарушений. Так, 26 апреля 2023 года. Наташ, ты и будь спокойна, Наташа. А что за медок такой? Продай мне мед. Я люблю чай с медом. Ну мед мне продай, мне справа с собой надо. Продай медку. Ну тогда просто так дай. Просто так дай. Действительно, вы сетер? Нет, спасибо. Не, не я права. Спасибо, Наташа. Действительно, кто люди просят. Я понял. Так, а это и сот, да, Наташа? И сот, да? Или он жены, как это называется? Это называется гречишный вообще. А, гречишный. А у тебя улей там свои есть даже? Помимо коней, да? Ну, откуда везти мы-то медик, Наталья? У меня есть все. Как у тебя с кассовым аппаратом, Наташа, сейчас? Или так и по переводам, как мы это? Наташ, ты зря из кого я не получаю, не получаешь. Может быть, подготовил бы линию защиты. Да, хватит тебе. Там чеки, все есть, Наташа. Почтового отправления. Свободные. Ну и свободные. А где у тебя кассовый аппарат, Наташа? Да я просто думаю, да, Наташа, в налоговую. У меня все есть. Ну что это? Покажи, что это? Как ты пробиваешь? Покажи мне. Что ты? Ну продай мне медку, Наташа. Медок нужен. Медок нужен, Наташа. Ну почему не продашь-то? Ну я потребитель, Наташа. Да, молодец. Ну что мне полицию вызывать? Что ты меня отказываешь в обслуживании? А, Наташа? Ну хватит, руками. Хватит, я тут сама обслуживаю, у нас не самообслуживаем. Там написано сетка и рабица. Это где, брат? Ой, это... Мы не по сеткам, мы не по сеткам. Мы тут... А кто по сеткам? Мы тут... Наташа, куда вот этот хлеб денется после того, как он был вывален, а потом ты его руками трогал еще? Да, Наташа, на видеозаписи будешь, увидишь себя в открытых источках сети интернета, как ты реализовываешь хлебушек киреевский. Это вот так вот. Все так реализовывают, иди сходи рядом. Смотри в магазин. Все кто? Примеры. Примеры. Примеры, Наталья. Вот, друзья, отдайте свою оценку, напишите в комментариях, сделайте репосты данного видео. Это помогает в продвижении. В принципе, данного предпринимателя и по Сенчук, и так знают по всей Тульской области. Ой, Наташа, плачу. Плачу, да, с блогерства. С блогерства, со всего плачу. Плачу налоги. Да? Да. А ты слышал такое? Друзья, слышали, все, за блогерство меня штрафовать будут. Наташ, в каком размере штраф будет, Наташ? Не знаешь? Понятно. Ну ты в ФНС, в орган сообщи. Слушай, ну ты на прострочке-то нормально, на грузак так набрала, на так. Это у нас 150-й или какой? Такой он стоит сколько? 3,5-4 ляма. Это что? Ну а сколько, Наташ? Молодец. Молодец. Вот так, да. Вот так, да. Завидую, да. Внимание, ведется видеонаблюдение, друзья. Хочу посмотреть, где. Ну ладно, нарушение пожарной безопасности мы тут давно выявили, давным-давно. А где видеонаблюдение? Это правда. Я приходила, разбиралась за свой урок. Девушка, хватит, хватит. Ну, вон, мы пригласили. Почему вы не хотите послушать про свой магазин же? Я приходила, я сначала подумала, что ему продали эту прострочку, вот в соседнем на ступеньком. Я пришла разбираться к ним. Куда? К ним? Да. Выгоняет, смотрите, друзья, смотрите, смотрите, применяет ко мне физическую силу предпринимателей по Симчу. Вы сказали, что это не наши ценники, а у вас были зеленые ценники, как сейчас. Я пошла в этот магазин, это было тем летом. И стояла женщина. Неправда. Девушка, вон, чтоб проплатили. Вы даже не знаете эту ситуацию. Можете спросить у своих вот соседей в магазине. Они это знают, потому что... Неправда. Давайте я сейчас могу их пригласить, можем к ним в магазин зайти и точно так же на камеру снять. Ну, пойдемте. Пойдемте вместе, пойдемте. Пойдем, Наташ. Они прекрасные. А, смотрите, друзья, ну, смотри. Вот так вот, друзья, встречает нас город Киреевск потребители ИП Симчук. Знаете, граждане, этот тухлопритон, тухлопритонниче, с которым просто, ну, я не знаю, что осталось сделать еще. Вот продукты, колбасные изделия, мясная продукция, молочные продукты, кондитерские изделия, рыба, соки, пиво, вода. Друзья, это просто за пределами добра и зла. Данный предприниматель совершенно не понимает и идет в разрез федерального закона 23.00-1 о защите прав потребителей. А скоро, Наталья ИП Симчук, у тебя суд. А он вон там, вон, он прям за углом. Наташ, я тебе советую получить исковые заявления с приложениями, которые были отправлены в два твоих адреса. В два. И, может быть, ты подготовишься к этим судебным заседаниям, ну, защитника, представителей, там, кого адвокатов понаберешь. Сейчас мы постучимся. Наташ, Наташ, дай хлебу, Наташ. Хлеба Киреевского. Вот так вот, друзья, подписываемся на мой канал Роман Рябикин «Мое право». Подписываемся на ссылочки в описании на мою юридическую группу, именно юридическую компанию «Мое право». Делаем репосты данного видео. Друзья, не забываем, что это помогает в продвижении нашего контента вот против вот таких вот, как сказать, барыга, да? Я не знаю, вы видели, какой бардак в магазине до сих пор творится? Это мы просто зашли, просто зашли проездом, потому что прибыли в Киреевск по своим делам. Итак, друзья, я с вами прощаюсь. Скоро увидимся. Впереди вас ждет еще все больше интересного контента. Можете не сомневаться. Друзья, всем пока! По-моему, это там сама Наталья уже. По-пробоку выходит. Ждет, может, жопа чувствует, что мы сейчас придем. Вот он, тот самый потенциальный клиент Симчук. Только собаки могут там питаться. Наблюдение 10 минут. Еще ни одного клиента живого, кроме собаки, не зашло. Все, вроде пошла к себе. Ну, что делаем? Все, залетаем? Куда, к ней прямо? Ну да, все, пошли. Ты что? Хочешь, что ли? Ты что? Все говорят. Это говорят все. Ты что? Я пришел. Пойдем. Наталья. Наталья. Мы не работаем. Видишь, что ты здесь? О, ты тут? Наталья, привет. Не работаем. ПДБ. Дай, дай это... Что это? Дай что-нибудь. Мы не работаем сегодня. Вы видели? Наталья, налей, а? А, Наталья. Не работаем. Вы видели? Ну, давай по полтинничку с тобой, а? Я вообще никого нет. Наталья, давай по полтинничку. Ну, переставай ты, ну, че ты. Наталья, давай по полтинничку обмоем, а? Дела. Наталья, ты, слушай, не знаешь, я за рулем. Кого, может, садить трезвого, а? Я с Подмосковью так приехал, Наталья. А? Наталья. Дай мне по полтинничку. Матс, у тебя есть? Не, я не пью. Так, ладно. Тогда будем кушать, раз не наливаешь. Будем кушать. Ребят, мы еще никто не работаем, мы же видим, что... Наташ, переставай. Давай с тобой. Наташ, давай с тобой. Наташ, перестань ты. Наташ, у тебя по-любому есть ныжка. Наташ, друзья, в комментариях пишут, что я бухой или нет. Я вот только сюда, вот по соседству с Натахой, вот так вот обойти. И перед этим я Максону предлагал, он, баста, Наташке предлагаю. Вообще не хочет. Наташ, ну не знаешь, а где можно взять самогонки, Наташ? Я их не торгую, не торгую. А ты не торгую? А, сейчас купим в Красном Вете. А там есть, да, что ли? Наверное, вон, 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 вон. А у тебя есть что-нибудь? Да? Да, Максон. Друзья, мы сейчас Казанцева отправим, ну, ну, поняли, да? С Шуриком его. Давай, гони за пузырем. Мы сейчас с Натахой будем кирдырить. Натаха. Почему ты так со мной? Натаха, какая ты я, Натаха? Я тебе что, на базаре такой? Давай нам, Наташа, хорошенько. Совсем припоментно. Натаха, во-первых, Наталья Анатольевна. Ай, ну, бля, разрешили обратиться. Наталья Анатольевна, я даже в масоке с мира стою. Хлоу. Наталь, ну переставай, Наташ. Давай бухнем, все, наливай. Так, Макс, иди, бери нам пузырь, бля, Наташка бросил в магазин. Я не работаю, вы сказали, я вам сказали. А что ты тут делаешь вообще, Натаха? Жду, когда придет уборщица. Уборщица? А уборщица нет ключей, да? Слушайте, друзья, я даже отрезал уже. Мы все не работаем. Ну ладно, мы сейчас покушаем-то, ладно? Ну, я понял, что никого. Мы сейчас покушаем. Если ничего не торгуют, как ты покушаешься? Ну, вот, вот так вот беру. Ва! Хороший, как на печеньки-то? Попробуешь, что ли? Почему вы едите вообще-то? Что это такое? Здесь просто... Здоровье, я не закусываю, Натаха. Я ханку одну, ну, керделил. И я решил попробовать. Друзья, вы не против? А? Диана, я вообще в очко, Натах. Слушай, не вызывай только Натах. Ну, Наташ, не вызывай только ТПС, а, пожалуйста. Слушай, у меня права есть, меня могут лишить, Наташ. Не вызывай, ладно? Не вызывай людей в синих костюмах, Наташ, пожалуйста. На, на, Натах. Ребят, извините, пожалуйста, а вы не знаете, где можно купить? Нет? Ну, в самогоночке. Не знаю. Ну, Наташ, спрашиваю, не наливает. Я не Наташка тебе, а Наталья Анатольевна. Я тебе старше... Наталья Анатольевна. Я старше твоей матери. Анатольевна, разрешите обратиться. Рома владельца Викин. Наташ. Клоун. Клоун, друзья. Всем я хотели увидеть, Бухин, друзья. Вот, пожинайте плоды. Есть что-нибудь? Есть что-нибудь? Ну, да. Не надо, что-то чужой одел. Это, Роб, ты там, бутер. О, бери, пожалуйста, с этим моим дверь. О! А можно здесь? И гриста заходим. Только так давай. Вот что я покесаю. Да ладно, ты, Наталья Анатольевна, ну, вам, перестань. Не, не жалко. Ну, перестань, Наталья. Это мои труды личные. Мне не жалко. Я вообще людям не жалею. Наталья, ты обязательства исполнишь по исполнительному листу? Я же тебе обещал, Наталья, что будет больше еще. Помнишь? Наталья Анатольевна. Наталья Анатольевна. Рома, как все дела? Да все ровно, по жизни, по воле, Наталья. Езжу, суды, базар, вокзал, этап, тюрьма, допрос, шукер, по тюрьму, а так. Люди воюют. Жалко. Опять вон. Сейчас сидел телевизор смотрел. А что, хватит. Как это жалко, ребята двигают молодые. Ты мне тоже предлагаешь, что ли, воевать? Не знаю. Ну, наверное, надо. А тебе никуда адреналин свыбивать. Ну. Одно надо. А вот, ты лжавство лицо полиции пошел. Ты бы сказал, что я пьяный. Иди поширю здесь. Меня бы сейчас подручили. Да, пойдет домой. Пустал, да. А ты позвони, 102. Пусть. А? А чего? Ну, не знаю, материал проверки, там еще что-нибудь. Путь соберу. А где продавец у тебя, Наташа? Ушла в больницу. В больницу рыли, а что такое? Ушла в больницу. А, сейчас придет? Нет, она не придет. Увезли. Приходите с тебя самой, да? Увезли, говорит. Давай, когда я уборщицу, жду и закрываю магазин. Видишь, никого нет. Так уборщица или продавца? Уборщица, жду, потому что продавец заболел. Он увезли в больницу. А что, у тебя продавец на это он упал? Нет. Я тебе, ты вообще, слушаешь, что я тебе говорю? Я пришла, просто карауль, жду, когда она приедет. Может, не приедет. Опять караульные тут. Ну что, чеку попьем? Ну, разве не наливаешь по стакану? Давай, как цикл подавим. Будешь чаять? На дорожку? Да нет, зачем. Я просто боюсь, что ты туда заисту колено осыплешь. Нет? Нет? Ну, в холодную я езжу. И нахожу, в холодную. Купить кофе-то? Нет, ну, чеку-то, чеку-то. Чай я нет, у меня такой пива. Ой, нет, кофе, но так я отрежу. Не без кофе? Чего? Не позволяет. Да, 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 да. Сплю плохо. Хорошая все, хорошая. Сплю плохо. Слав, вот это, вот это мороженое. Вот, видите, посмотрел. Вот, видите, вот он. Даже это хорошие сроки. А что вот у вас мяско до сих пор лежит, это, из упаковки, без ничего? Да, мясо это есть сейчас. А то, что вскрыто, там все равно маркировки никакой нет. Все то же самое, да? Все нормально, нет, 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 это я сейчас. А вот расфасованные печеньки, там маркировка на них появилась? Да, все есть. Да, можно посмотреть? Я тебе говорю, я сейчас подойду, ты заслужишь, чужой отдел. А вот это ваш отдел? Да. Вот это ваша? Да, вот она, смотри. На коробке. Не мой отдел, но отдел вон. Не, а почему? Ну, понятно. Все нормально. Нет, так-то нормально. Все хорошо, ребят, сейчас все хорошо. Ну да. Даже проблемы, честно говоря. Ну что, пойдем, наверное. Все хорошо же здесь. Что здесь? На суд, наверное. А суд-то чего вы не пришли? Вы же сказали на адрес магазина отправлять. Ну а что вы на почту-то не ходите? Может быть, вы узнали, какой суд? Мне ничего не приносили. Ничего не приносили, да? Может, вы ничего не получали? Там просто самим ходить надо. Скоро тебе судебный приступ принесет. Я не спалю. Наташ, мы пустим. Принудительного листа принудительное взыскание. Ну, взысканность и 5 денег застрелят в суде. Я же просто тебе обещал, Наташ. Я думал, ты там юристов, адвокатов созовешь. А, ты считаешь, что если вынесенный судебный акт, он незаконный, да? Обжаловать исполнительный лист будете? Обжаловать исполнительный лист? Да, да, да. Наташка сейчас скажет 51-е. Да, Наталь? Наталь. Ну где бухнушка? Где Наталь? Пойдем, Ром, наверное. Че тут смотреть еще? По стаканишке с тобой, в общем, неупотребим. Здравствуйте. Да, все лучше. Сейчас не пьешь? Хочу пьешь. А ты сказал только, что ты сейчас жалаешь. Сердце? Да ладно, ты со мной сейчас по стакану дрябнешь, и сердце начнет еще лучше работать. Ладно, Наталь, ты не чертай, Наташ, ты не черчай, Наташ. Жалуются просто, жалуются. Мыши от тебя бегут. Мыши от тебя бегут. Ну вот судебный участок. Это за ровно. А? Ну, где ты? Ну как нету? Ну как нету? Раз. Наталь, что, вы все продаются? Да. А что там? Сегодня скидка. Сегодня вам скидка за 150 рублей Наталья Анатольевна вам отдаст. Друзья, итак мы смотрим на лояльность индивидуального предпринимателя. До свидания, Наталья. До свидания, Наталья. Друзья, ну в принципе, вы все видели сами. Данный магазин не изменить. Ровно так же, как и руководство Наталью Анатольевну Семчук. Ввиду этого, друзья, терпение наше лопнуло. И мы решили его... Оскорбление уже пошли. Нечем. Нечем. Ну где отчегося, найду, чем заняться. Нет, видите, не сыраю, я не буду. А? Ты что снимай? Ой, 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 аккуратней. Аккуратней. Иди сюда. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Больше не надо. Вы что, храните разум, Господь с вами. Вы что, сделаете-то? Друзья, вот так вот, вы видите, что все здание горит. Ну, неадекватный какой-то, я не знаю, покупатель это или защитник. Наверное, защитник. Я сейчас скажу неадекватного. До свидания. До свидания. И вам добра. Вы видели, друзья, нам Аксона хотели покушение сделать. Почти боевые приемы борьбы. Крышками, крышками от болок. Да. Сейчас бы как тебе покунтили он это. Ну, в принципе, все пылает, Аксон. Да, все горит, все в огоньках. Друзья, ну а нам нечего сказать. В принципе, история с индивидуальным предпринимателем Семчук. Город Киреевск. Улица Октябрьская. Дом 37А. Подчеркиваем, друзья, это одно здание с судебным участком. История подходит к концу. Мы заканчиваем. В принципе, в рамках правового поля, Семчук, ты нас сейчас слышишь, мы тебя обязательно проведем по оставшимся нарушениям. Друзья, мы все рады вас видеть. Ваши комментарии, ваши лайки, всегда подписки. Также переходите по ссылкам, которые изложены в описании. Друзья, всем пока. В общем, ребят, история закончилась. Суд с данным предпринимателем выигран. Как мы дальше взыскаем денежные средства, вы узнаете в наших телеграм-каналах. Подписывайтесь на них и обязательно будете в курсе событий. А другим предпринимателям, которые ведут идентичную деятельность, я хочу посоветовать, не нарушайте законы. Иначе мы придем к вам. Пока, ребят. Само собой, ребята, Роман Владимирович Трецов. И сейчас мы поедем в Тулу. Так что не думайте, это все для вас, зрителей, все наигранность. Да, Роман? Да. Я хейтеров, которые пишут, что я постоянно бухой. Друзья, я не пью, вообще не употребляю. Конечно, как юрист, который ездит по городам, может пить. Вы что, давно бы остановили, давно бы посадили? Да. Так что давайте без этих, ребят. Никто ничего не пьет. Был специальный контент, друзья. Максимум, что юрист может быть уставшим. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok. Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok